Накануне в ходе работы казахстанско-британской межправительственной комиссии в Лондоне был подписан меморандум между Министерством здравоохранения Казахстана и Международной фармацевтической компанией AstraZeneca. Штаб-квартира организации находится в британском Кембридже. Представители казахстанской стороны отмечают, что такой шаг будет способствовать развитию фарм-индустрии в нашей стране, а также даст возможность локализовать производство инновационных препаратов. Подробнее об этом и не только поговорим сейчас с гостем в студии, первым вице-министром здравоохранения Тимуром Султан-Газиевым. Тимур Сламжанович, добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в студию. Давайте подробнее поговорим о меморандуме, который был заключен с британской компанией AstraZeneca. Что он даст, о чем идет речь. Подробнее, если можете поделиться. Министерство здравоохранения Республики Казахстан подписало такой стратегический документ, меморандум о локализации продукции компании AstraZeneca в Республике Казахстан. Вы знаете, было поручение главы государства в рамках предвыборной платформы довести до 50% отечественных товаропроизводителей на рынке Казахстана к 29-му году. Это один из тех шагов, которые сейчас предпринимает Министерство здравоохранения в рамках реализации данного поручения. AstraZeneca – одна из крупнейших фармацевтических конгломератов в мире. У них активы более 40 миллиардов долларов составляют. Мы, казахстанцы, слышали его больше как компанию, которая разработала вакцину против ковида. И многие страны, к нам она, к сожалению, не попала, но многие страны в Западной Европе благодарят данную компанию, так как она спасла очень много жизней. Вместе с тем с компанией AstraZeneca министерство работает уже больше 10 лет. Компания предоставляет лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательно социального медицинского страхования. Например, на этот год были заключены договора, соответствующие на около 10 миллиардов тенге на 7 лекарственных средств. И вот этот шаг подписания меморандума по локализации, он дает возможность локализовать, то есть обеспечить производство инновационных лекарственных средств здесь, в Республике Казахстан. И где, возможно, будут эти производства? На сегодняшний день более детально прорабатываются данные вопросы. Вместе с тем хотел бы сказать, что речь идет предварительно о четырех лекарственных средствах. В первую очередь это против онкологии, то есть это оригинальные лекарственные средства, то есть не дженерики, и лекарственные средства против сахарного диабета. И предварительно данные о лекарственных средствах будут базироваться в южных регионах в рамках существующих, имеющихся производственных площадках с последующим расширением производственных мощностей. То есть импульс это придаст нашей отечественной фарминдустрии? Абсолютно да. Кроме того, что будет обеспечено наше население с оригинальными лекарственными средствами, будет возможность трансферта инновационных технологий с возможностью расширения линейки производства лекарственных средств. То есть это наши сотрудники, фармацевты, научные специалисты, они будут учиться совместно с Астрозенекой по разработке и производству лекарственных средств, что даст дополнительный импульс. А вообще насколько наш рынок сейчас обеспечен именно отечественными препаратами и вообще в целом как он развивается? На сегодняшний день наш рынок наполнен на 29% отечественными лекарственными средствами. То есть на сегодня более 100 договоров Министерства здравоохранения через СК формацию имеет долгосрочные договора по отечественным товаропроизводителям. Это можно сказать около 4700 наименований лекарственных средств и медицинских изделий. То есть наше отечественное фармпроизводство, оно развивается достаточно хорошими темпами. Здесь со стороны Министерства здравоохранения были организованы те меры нормативные, регуляторные для того, чтобы облегчить отечественным товаропроизводителям локализоваться и производить эти препараты. То есть это в первую очередь мы обеспечили подписание долгосрочных офф-тейк контрактов, так называемых, до 10 лет. То есть в течение 10 лет наш единый дистрибьютор СК формация приобретает лекарственные средства для нашего населения в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения и стационарного лекарственного обеспечения препараты о отечественном товаропроизводителям. Достаточно ли сырья для производства лекарств? В целом по сырью есть достаточное сырье. В первую очередь это сырье, которое производится здесь. С учетом того, что у нас имеются соответствующие фармпроизводства на юге страны и не только, есть возможность производить соответствующие лекарственные средства. Кроме того, часть отечественного товаропроизводителя завозят сырье из-за рубежа. На сегодняшний день любая страна мира пытается локализовать лекарственные средства для того, чтобы обезопасить свой фармрынок. Мы это очень хорошо увидели во время пандемии коронавируса, когда каждая страна пыталась обеспечить себя лекарственными средствами и не продавала имеющуюся у себя готовую продукцию за рубеж. В этой связи непосредственно локализация препаратов является стратегически важным для страны. То есть потенциал есть для роста именно отечественного производства лекарственных средств? Абсолютно верно. Я хотел бы еще дополнить, что кроме AstraZeneca мы работаем с другими big pharma, так называемыми, крупными игроками фармацевтического рынка по всему миру. Буквально два месяца назад было подписано соглашение с компанией Hoffman-La Roche в Швейцарии, в рамках которой они также будут локализоваться. Здесь, конечно, был подписан более детальный договор, где мы уже определили по объемам поставляемых лекарственных средств. Кроме того, прорабатывается вопрос сейчас с компаниями Pfizer, это Америка, и также компания Nova Nordis, это датская компания. То есть можно ли сказать, что отрасль становится привлекательной для инвестиций, в том числе с таких крупных международных конгломератов? Абсолютно верно. Сейчас могу сказать, что лекарственный рынок Казахстана привлекателен для иностранных специалистов, иностранных фармкомпаний, с учетом того, что со стороны государства выделяются значительные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательно социально-медицинского страхования. Например, только на амбулаторное лекарственное обеспечение приобретаются лекарства на более чем 200 миллиардов тенге. То есть для иностранных фармкомпаний этот рынок является привлекательным. Кроме того, у нас есть возможность дальнейшего экспорта нашего товара в рамках Евразийского экономического союза с учетом наличия крупных потенциальных рынков на уровне Центральной Азии и других стран. Тимур Шламжанович, большое спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы, была очень содержательная беседа. Мы продолжим наш эфир. Субтитры создавал DimaTorzok